и всем привет и подписчики канала мбрвт чинка пара этот вес кирс вами на связи но это shadow of tomb raider ларат круфт и мы продолжаем наше прохождение игры я буду записывать опять несколько эпизодов подряд в этот раз я точно буду записывать 8 эпизодов разом но это не значит что я не читаю ваши комментарии более того ближайший комментарий уже высветится вот здесь ну там конкретный момент он высвечивается но в самом начале этого ролика если вдруг вы не знаете о чем речь пересмотрите предыдущие 8 эпизодов ибо где вы были предыдущие 8 эпизодов если бы этого не видели этого есть я поскольку я заметил что люди все-таки редко пишут почему-то в комментариях к видео ну реально да конечно есть но там плюс минус это не интересно комментарии там плюсик один показать ну о чем а вот на стримах люди активно пишут поэтому я взял такую практику убрать любой рандомный ваш комментарий с любого рандомного на данный момент пока нашего стримчика ну дневного вместе в будними так что нас мы тоже заглядываем пишем комментарии есть шанс попасть в комментарии ладно но мы продолжаем в этот раз нам нужно спасать у нурату 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 так в принципе хотя знать ел честно говоря не согласен с ее решением ведь по факту что он на ее месте я бы наверное был согласился помогать домингесу с одной стороны это чтобы плевать на окружающий мир и важен пойти ти она пойти ти должен защищать ларец должен ли помочь им ей нужно власть пойти ти не пострадает пойти ти не будет уничтожен а значит ей выгодно помогать домингесу хотим мы этого или нет но сама лично митсу хотим мы этого или нет и важно чтобы домингес был запретить он запойтите и пушка же он врал но он так очень хорошо все говорил что я сомневаюсь что он был против спасения пойти вот таким способом а кстати если кто не заметил я спортом этот раз он разводился опять ребят вы посмотрите вот вот точно над головы ларат что вы видите там вот там сейчас в прямоугольничек мы опять видим границы мира вот реально границы мира неисповедимы вперед ларат так а нам сейчас туда да ой хорошо так держись 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 меня тут может браться нет ладно давай теперь сюда как забавно что они ни черта не видят а кстати мелочком не то мы-то я не забрал а стоп подождите а я делся последнему сохранению так не давайте я лучше вручную доберусь оттуда так проще не будет а где она там в глубине ладно сплаваю я как-то и забыл честно говоря но это правильно я сколько за эпизодом записывал то понятное дело что забудешь конечно многие скажут записать из эпизодов разом это наверное неудобно с другой стороны в этом есть ряд плюсов объясняю во первых о ты привыкаешь к игре после долгого отсутствия за 12 13 за 12 эпизод это где-то сорок пять полтора часа это во первых во вторых ты опять же золото не добыл если был что-то тут было помните когда пробовал я вспоминаю сейчас последний эпизод я пытался залезать на скалы когда тут все затопило хотел сюда пыть не мог вот теперь могу теперь можем все это добывать давайте даму так вот во первых еще раз повторяю это привыкание к управлению во вторых ты вникаешь в историю снова и в сюжет то есть ты понимаешь и нахожу находится и ориентируешься быстрее это не то как ты записываешь раз в день потому что это реально неудобно ибо во первых стрим во вторых вещи эпизод записывать это слишком утомляет но когда ты берешь пару часов разом все записать даже в выходной день тебе проще намного проще становится очень просто и и тебе не нужно с этим возиться ну в том плане что тебе не нужно слишком сильно напрягаться это проще удобно так стоп так ладно плывем у нее дыхание дракон поможет как нам там называется она вылетела ларат решила слетать ну я не возражаю так ладно давайте сначала за за тайничком прям под нами вот этот мы добудем позже потому что все таки во первых он ближе там и там как ни крути будет по пути а нам видимо все в обход делать и он здесь как раз таки будет тут есть монолит к нему моим тоже сможем добраться но он на поверхности будет пока нет смысла нам заниматься монолитом про золото я помню когда она вылетает там все это обновляется и нам проще от этого то есть это золото заберем еще пошла сон здесь потом всплываешь так беремся заберем все что нам надо довезай почему она вылетела что странно не должна вылетать ладно мелочь что случилось он знает ваш перегруз какой-то может так все может быть так давай я все она вот в этой зоне где был саркофаг ну как я вообще кстати ее пропустил вот я удивлен сам давай-давай-давай-давай-давай-давай так давай я почему-то забираю потому что вероятность того что мы сможем снова то все забрать маловероятно да это как ни крути все таки склеп и доступ к нему должен быть но не факт что этот доступ будет поэтому мне легче перестраховаться таким образом и просто сплавать а тут я могу здесь залезть нет здесь альтернативный путь только через водный путь а вот привычка есть старая такая с детства извините извините от самовын тяжение и от нее наоборот избавляюсь потому что вроде бы она делает вид что человек вежливый ну грамотный общительный интеллектуальный интеллигентный а за быстро наверно как-то тебе принижает мне самому не нравится в этот это понимаешь но при речке дело такие что их надо искоренять долгим упором трудом за выстрелу этого есть хороший плюс есть чем заняться с руки не помрешь самое забавное знаете что кстати нас последнее время хейтеры даже в шоссе особо не дергают видимо в отпуск ушли ну хорошо они в отпуске а мы с вами работаем мы потом пусть вам огляду стрелу взад так вот так а я не могу достать оружие я это сделать еще пули огненные ну что уж наверняка так отлично сохранилась там прекрасно теперь давайте во первых сделаем сохранение чтобы нам точно потом это все по сотню раз не делать зато посмотрим сколько у нас здесь всего пройдено дайте посмотрю 62 процента у нас демократичный выбор луары с каждым новым эпизодом все больше сторонников так давай держись вот молодец помнит это адекватная нормальная женщина ну в каком-то плане я знаю что это лота еще попасть термина но так ой да вы спрячили так так безумие да а мне нужно попасть туда и тут больше нигде крюков хороших не вижу только туда разве что целится не вариант ладно давайте еще раз может это я не так понимаю давай 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 успокойся лара не кипишу можно наоборот залезть там как-то наверно а все я понял я перескоками это все делал а тут наверно можно таким с путем так спокойно живы спокойно и не сразу понял он же шел вверх и ну да надо ну что там перебралась через реку я уже рядом с тюрьмой тут везде охранники мы движемся к реке свяжусь как там мосток было хотел на мосток попасть так кто-нибудь видит охрану я пока не вижу оооо не ори восстание продолжается войдите в камеру у нурату а где камера у нурату привет мы к тебе пришли в гости то есть я знаю я должна примкнуть камеру все труды после смерти сайри все четно это не бывает началось вставай пошли да вперед кто-то должен найти ларец если не воскресить солнце и не преобразить мир всем нам конец но я нашла еще одну подсказку может быть твои татуировки затмение и цапля точно такие же символы были выгравированы на алтаре что что они означают да это знак моей судьбы хорошо а вот мое прошлое это символ синчи чику последнего императора пойти гробница верхнем квартале отведи меня к ней они там все обшарили если бы там что-то было они бы давно это нашли но у амару нет этой зацепки он не знает что искать вот именно а ты знаешь давай смотришь ну что пришла в голову мысль вот молодец там полным полно охраны прекрасно сократить население это опасно но когда было когда было иначе не будем терять время ну наконец то как то мэтсли в порядке он помог мне найти вас сейчас он должен быть сучу правящую династию лишили власти правитель стал номинальной фигурой на самом деле город контролируем мы мы позволили правителю остаться по двум причинам во первых это дает нам возможность сосредоточиться на поисках серебряного ларца А во-вторых, это успокаивает местных, которые противятся любым переменам. Ничего себе, прямо камера побега из Шоушенка. Побег из Пауши, испортите Шоушенка. И буквально побег из Шоушенка. Хорошо, если хочешь что-то сказать. Мама, мы высылаем подкрепление. Мне помочь Учур или захватить территорию, когда враг отвлечется? Пока меня нет, ты за главного, Эцли. Доверься своему чутю. Леница сбежала, смотрите в оба! У нас полно дырок! Ты куда? Я хотел там наверху попать еще. Нельзя уже что-ли? Он бедный, ну ладно. Куда не попасть, а вот сюда тоже. Эх, только наверх, только сюда. Ну ладно. Давай, подсоединяй. Пока она там гуляет, я попробую перестрелять оставшихся. Что-то тут никого нет. Я только что их сверху видел, я мог бы спокойно всех перестрелять. Лара, ну вот серьезно, никакого расчета тактики. Побег, королева унитар сбежала! Идите сюда, сэр! Так, там с боков никого нету? Нет, прекрасно. Тут. Поломанная стена. Этот меня увидит. А! Спасибо Унурату. Сделал все по-тихому. Я уже думал, мне надо будет делать, но нет. Подожди, Нураточка. Я тут сначала все пособираю. Тут слишком много всего прекрасного. Плохо это все не забрать. Ну, кстати, пароход есть дополнительно. Немножко странно. Ну ладно, допустим. Так вот, маячок есть. А тут альтернативный пароход сюда. И я полагаю, что, скорее всего, я мог бы там допрыгнуть. Если грамотно раскачаться. Ладно. Будет время, проверим. Пока такой возможности у меня нет. Но чую, там можно было бы докрутить как-нибудь допрыжку. А может здесь где-то есть какой-то прыжок проходной. Вон там, кстати, есть подъем на стену. Может через него. Что он знает. Ладно, разберемся. Так, а вот это открывается? Нет? Ладно. Так, давай поднимаемся. Ладно. Так, давай поднимаемся. Да, туляк тукучи. Что это было? Вон там, в кустах. Сейчас. Извините, вам пора отдыхать. Привет. Хорошая пиркута. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Пошли. Подожди. Нападаю! О! Ведь сияние. Нам туда. Но сначала, а главное. тут, я полагаю, можно сделать какой-то обходной путь. Я хочу проверить здесь все, что есть в наличии. А, еще тут это есть, да. Тут все есть. Это последний, что ли? Пока что. Нам нужно скорее в верхний квартал. Веди. Ты не уходи далеко. Ты же здесь. Речь о месте неподалеку. Свирепый воин, поднятый в назидание. Большой кусочек. Тыпов из его рта, я лежу под ним. Свирепый воин, поднятый в назидание. Выпов из его рта, я лежу под ним. Подожди. Свирепый воин, поднятый в назидание. Выпов из его рта, я лежу под ним. Свирепый воин, в назидание. Выпов из его рта, лежу под ним. Что это может быть? Это навряд ли, конечно, первое К нему не относится Но это свирепый воин должен быть Вон там, кстати, вроде как Допроход О! Вот свирепый воин Нам туда А как мне туда добраться? Кто знает? Я не знаю И вы тоже И не допрыгнешь О! Так, стоп Подождите А В чем здесь свирепый воин? В свирепый воин? Подождите, что? А! Вот Это Могила А я думал того, кого там Расчетвертого Расчетвертого Ладно Все бывает в жизни Так, давайте здесь сохранимся До начала Не так, кнопка То мало что пойдет не так Ой, а кстати Могу там Подняться По этому тросику Он уратовный Нет? А, могу Так Так, ну это подъемники А это спуски Я могу отсюда как-то туда добраться? Мне любопытно Технически, наверное, бы мог О! Валяется Почему меня сносит течением? А, вот смотрите Вот, видите Там вдалеке Вот я сейчас краешком Вот покажу Видите, вот где вебчик у меня Вот, видите Вот прям вот Вот показываю Значит, лару сносит А они тут лежат Все спокойненько Курот у них тут Ладно, давайте пройдемся по мосту Посмотрим, что там да как Может, там кто-то будет Сомневаюсь, что ее здесь, конечно, прибьют Тут наверняка тоже полно всего Вот видите, не зря Мы облаченные в одежды туземцев Вошли в город Те, кто еще оставался достаточно здоров Наставили на нас копья Мы поклонились им И сказали, что Кукулькан Поручил нам очистить город от болезни Мы выдали массе лекарства правителям города И тем, кого стоило спасать Мы хоронили мертвецов И утешали умирающих Постепенно люди начали нам доверять И даже рассчитывать на нашу помощь Вот так и начинается Манипуляции Никогда никому не доверяйте В полной мере Никогда Если человек не доказал Эти точки расположены В самых разных частях Южной Америки Жаль, что я не нашла эту карту раньше Тогда я могла бы сразу поехать в Пайтити Это да Ну так это же не твоя карта Где ты ее могла бы дойти А я уже все практически нашел Вот че Тут был документ еще один Который я не нашел А это в главном зале А я там был Я знал, что там находится сбоку Никак не мог найти Ладно Вот здесь сбоку есть какой-то пароход Попробуем здесь его найти Но тут есть еще такой подмосточек Уверен тут тоже что-то есть В соответствии с приказом мы прибыли в Кан Чтобы найти предателя Андреса Лопеса Вместе с эскадроном туземцев Мы нашли их на побережье залива После того, как они сбежали С невольничьего корабля Который попал в шторм Воины согласились везти нас через джунгли При условии, что мы сделаем крюк И обойдем несколько застав Чтобы завербовать их соплеменников Кроме того, мы пообещали Что не дадим угнать их в рабство Мы нашли эти условия вполне приемлемыми И вскоре отправились в путь Альфонсо Ричи Орден Тринити Это, если что, еще записи 17 века Чисто технически это правильный подход Чисто правильный подход В конце концов, договорились Привезти нас в рабство не надо Все юридически оформили Все прекрасно А смысл-то Нарушать договор? Договор есть и готово Я только не понимаю, как мне вот туда добраться Подождите, вот я не могу понять Тут есть способ перебраться Но вот тут есть плато Вот тут вот плато есть Может получится перебраться каким-то путем Давайте посмотрим Может и не надо будет мне даже Пытаться раскачиваться Да, прыгнуть До помоста Конечно, попытаюсь Но не факт, что получится Вроде там есть спуск Но я не уверен Унурату, подожди, пожалуйста Да, есть Так, слишком низко Хотя Нет, ты наверх, наверх Вот так Так Дотянешься? Давай посильнее Это, мало ли Есть Как мне только потом выбираться И без понятия Ну да ладно Ага Видите, вон там вот Мужичок висит Ну хотя бы Можно здесь пробраться Это уже радует О, тут, кстати, еще склепчик есть Заодно И его заберем Стоп Где он? Подо мной Подо мной что-то есть? Там вроде только Вода и все Ладно Наверное Склеп идет Уходит вниз Я так полагаю Эй, иди сюда Или у меня перебор что ли уже? Не тогда бы он сказал Был места нет Ладно, идемте сюда Учитывая, что здесь находится Я полагаю Здесь мне опять придется Сражаться с Виндиго Да? Да? Спокойно 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 Хотя нет Спокойство Можно отменить Видите, сколько здесь Трупаков Черепов Это точно По Виндиго Вот видите О Здрасте А вот как раз то, что я искал Кукулькан уходит Из Пайтити в Новолуние Кукулькан возвращается Вместе с другими чужаками Во время возрастающей луны Они спорят На следующее утро Вся группа в хорошем настроении Отбывает в своих Обсидиановых птицах Вертолет Они все здесь Это уже современная запись И учитывая форму записи Это пишут Те самые Виндиго Бедняк принесли в жертву Они покинули города И бродили по окрестностям Пока их не похоронили заживо Мило Да уж Угрюмое зрелище И не говори О Труповозка У них тут уже целый конвейер есть Посмотрите-ка И тут тоже И тут Судя по окружению Это точно Карта обновлена Особое место Саркофаг О Подождите Я тут кое-что соберу Хотя вроде тут чисто Спокойно Допустим Я чую Виндиго Они буквально по соседству находятся Что им мешает Пора забраться в эту пещеру Ничего Реликвия деревянная Надо искать другой выход Да найдем Не вопрос Ты же Ларкру Ты же Ларат Нет места Ничего не могу взять Да ладно Места у них нет Места у них нет Поток Мертвых Прямо они хорошо Постарались Увернулись Эти ловушки Сложнее Чем я надеялась Стоп Это была обходочка? Интересно От кого? Так Ладно Они в любом случае Что-то были все закрыты Но зато мы теперь знаем Как те ловушки устроены Ну Знали бы Если бы я Заметил эту обходку Ну Принцип Вроде простой Учитывая что Город еще Полон всякой мелочи Которые я даже Не вижу Это удивительно Реально удивительно Пусть Квиспи подарит нам Изобилие пищи Припасов И удобств Когда мы встретимся С ним В новой жизни Новая жизнь Новая жизнь Новая жизнь Убийство Смерть Кража урожая Смерть Кража шкур Смерть Тунеядство Обревание головы Драка Возмещение пострадавшей стороне Пьянство в общественном месте Побивание камнями Исключение Во время праздника Или для людей Старше 70 лет По приказу Секты Кукулькана Я даже вам Еще раз покажу Вот зачитывайте Поставили на паузу Зачитали Молодцы Тунеядство Обревание головы Ну Если человек богат Ему не надо работать Почему нет Лысая голова Ну Мой отец был лысый Мой отец был лысый Ну Он конечно Полысел Там Я сам тоже лысый потихонечку Но В целом Не так страшно Драка Возмещение пострадавшей стороне Адекватный кстати То есть Возместить Все В полном объеме Вот За пьянство Вот отдельный респект Вот реально Исключение только для стариков Вот это мне не нравится Хотя с другой стороны Что сделать пьяный старик-то 70-летний Он уже запьется И сдохнет с этого Сожрёт какой-нибудь ягуара В лесу И все Тем более пенсия Я против алкоголя В любом случае Но И против любых поблажек Но В данном случае Какой-то адекватный Более-менее закон Ты допился вообще С том месте Тебя закидать камнями Вот это мне очень нравится Есть как раз Одна тварина Которой Этот закон Реально стоил бы На неё реализовать Я против Я знаю Что ты меня смотришь Спасибо кстати За то Что ты мне об этом написала Реально Я прекрасно знаю Что даже если Она не смотрит эпизод И кто-то об этом рассказывает Так что спасибо Вы только Расширите мне аудиторию Это я Ребят Если что Хейтерам Из реальной жизни Сообщаю Свою Так Давайте выбираться Как раз эпизодик Получается Записали Хороший Унурату Спасли Вдохновили Её Ну вы чё Проверим Всё ли здесь Добыли Да Я получается Вот сюда Вылезаю Обратно наверх Наверное Вот здесь Выйду Полагаю Так Тут есть Какой-то Тайный обход Я хочу изучить Механизм Нет Ой Жаль Я не его видел А был Будок Нет Реально Был Будок Как это Мне не нравится Ну да Мы выходим На помостки Я получается Унурату Обогнал В каком-то Смысле Да Да Так Стоп Решили что-то Дёргать Надо сначала Убедиться Что я в безопасности Вот видите Я над клеткой Нахожусь Уже Небезопасно Так На всякий случай Будем внимательнее Виндига Могут быть Рядом А ты че не заезжаешь Не сюда что-ли А Ладно Я стараюсь Прыгать так Чтобы она Попала Точно На платформу Я забываю Что у неё есть Автонаводка А вы что Не знали Что у неё есть Автонаводка У неё есть Автонаводка Выше 100 разработчиков По Ларри Крофт Как только закончилась Золотая эпоха Лары Вот в новой версии Я наверное по-моему Ещё это вам говорил Как Томрайдер 14-го года Мы её с вами Когда проходили Я это заметил По-моему Я об этом говорил Что в игре Есть автонаводка Явная у Лары Потому что Она Подстраивается Тихонечко Но только в том случае Если она близко Находится К цели Вот видите Вот даже сейчас была Она оцелилась В среднюю планку Она должна была Попасть Вот сюда Видите Куда То есть Ближайший камень А она Вот летела И вот так По дуге Слегка То есть Тут есть автонаводка Только я Вот это Не сбил То есть Сейчас если она летит Прямо Проблем нет Если Препятствия Не критичны Сбоку И достаточно Близко К ней То тоже Не страшно Она может Спокойно На него Попасть И проблем Не будет Так Все Мы здесь Отлично Так Это опущено Вот это Не опущено Так Дайте я смотрю Есть что-нибудь Еще что-нибудь Опускать надо Доволь будешь Пока не светится Ничего Ну и хорошо Что-нибудь так вот и выбрались о иру да тут прекрасный руду добыли а нам вот на ту сторону так спокойно там же ничего больше ничего нет вроде нет спокойно спокойно я удивлял что вот в этой вечере нет виндига они буквально по соседству находятся в соседнем склепе может там бы просто чисто развит отряд может они не живут тут пойти эти непосредственно чисто так заходит чтобы пожрать ниже оу мало ли что может если покушать заходит так стоп а как мне так стоп и как мне выбираться вопрос хороший эта штука спускает меня вниз начни не туда а это я взвлупил я бы сейчас бы опять бы вниз попошел бы я тебя знаю ладно наш нашли проход хорошо что здесь нет виндига успокаивает сейчас вернемся кудурату выведем ее в город и там уже будем дальше следующий эпизод записывать вот тут только прыжок веры ну ладно скатились горочки с черепами хочу где-то вот все о звук воды пошел прогрузка пошла а я не понимаю как мне тогда на ту сторону попасть получается не как что ли ну там вроде можно наверно как-то допрыгнуть я в этом уверен не уверен на 100% но наверно есть такая возможность ладно не будем пока на этом зацикливаться так давай поднимайся идем к кунулатовне если что это не тут не монтажа нету она так быстро камеру перевернула ладно давайте пока на этом все не закончим на этот эпизод мы сегодня сделали достаточно много мы во-первых зачистили локацию побывали еще в одном склепе нашли много фресочек нашли много информации зачистили эту зону быстро нашли тайну мальчика и узнали содержимое как делаются эти ловушки со стрелы узнали бы если бы я бы намеренно увидел эту дыру но мы увидели сам механизм хоть уже использованный но все же хотя бы что-то увидели а это уже хорошо ладно ребят на связи был Вескиром был Тачинг всем большое спасибо кто нас сегодня смотрит и кто пишет комментарии увидимся с вами уже сегодня вечером на стримчике все таки у вас понедельник и завтра в геймплейчиках заглядываем смотрим наслаждаемся и удачи в геймплейч в геймплейч в геймплейч